Привет-привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в моего любимого котика Бубу. Ой, Бубу, что с тобой не так? Да когда же уже этот Новый год придет? Сколько можно его ждать? Так ты что, Новый год ждешь? Еще целый месяц до него. Ну и что же, что целый месяц? Я уже хочу, не могу, не могу терпеть, не могу ждать, не могу. Подарки хочу, хочу дарить, хочу получать, хочу подарков, много подарков. Кстати, ребята, да, скоро же Новый год, а вы любите получать подарки? Если любите, обязательно ставьте лайк, а мы начинаем. Что-то ты как-то подозрительно выглядишь. Что подозрительного? А, точно, у меня же температура была, меня бы полечить. Хм, странно, тебя бы может и полечить, но ты еще и грязный. И что, что тогда делать-то? Ну пойдем сначала в туалет сходим, я тебя быстренько искупаю, прям супер-мега быстренько попутно уберем весь мусор, ну чтобы он дальше здесь не устраивал какого-то безобразия. И, и, ага, тебя еще и не помоешь так просто. А как тебя помыть-то? Я не знаю, мне кажется, надо вначале в больничку сходить. Хм, мне кажется, если мы придем в больницу, таких грязных, это будет очень мега странно. Ну и что, ну я же не могу, у меня же температура, а вдруг я прям здесь так бабах и упаду, и разозлюсь. Ну злиться-то не надо, при чем тут злиться-то? Ну, ну как при чем, потому что я же упаду и мне будет больно. Ну если ты упадешь, мы как скорую вызовем, и будет все прекрасно. Так, ладно, о, смотрите-ка, он чистый стал, реально чистый стал, это подозрительно странно. Ну что, пойдем искать нужного тебе врача. Этот, мозги ремонтируют, тот желудок, а здесь кто есть еще? Что-то никого не вижу. Ага, этот хвосты. Ой, что-то, что-то мы... Эй, божечки-кошечки! Ты что мне дала? Я ничего не давала, это ты сам взял? Ничего я не брал, это было все хорошо, мне всего лишь температура была. А теперь, а теперь какое-то бобо ужасное. Ну пойдем скорее лечиться, что ж теперь, фу, животик у тебя что ли болит? Так я тебе и говорю, болит все, фу, мерзко, больно и ужасно. Ну ладно, ладно, не ругайся, сейчас я проверю. Я вообще думала, что ты ничего трогать не будешь, ты вообще знаешь, что в больнице ничего трогать нельзя? Я знаю, мне кажется, это ты мне дала. Ничего я тебе не давала, что ты придумываешь? Там, как схватил бутылку, выпил, это же вообще уму непостижимо. Ну ладно, ладно, больше не буду. Не будешь, конечно не будешь, надо только теперь полечиться. Давай возьмем натуральную таблеточку, мне кажется, с ней будет лучше, чем с химической. И посмотрим, сможет ли она вылечить все твои, апс, все твои прелести. Желудочно-кишечного тракта. Сейчас еще немножечко, ой, ой, подожди. Что-то таблетка какая-то не справляющаяся, не справляющаяся со всеми видами боли. Фух, вышла, наконец-то. Ну что, тебе лучше? Кажется, лучше. А можно я там видел чипсы? Какие тебе чипсы? Ты только что болел и чипсы хочешь. Ну ты вообще сам-то подумай. А может устроим зелье варенье? Смотри, скоро что мой год. А Новый год это таинственный праздник. Можно устроить какую-нибудь штука-дрюнчую. Что устроить? Ну эту, штука-дрюнчую. Какую еще штука-дрюнчую? Ты что вообще такое говоришь? Уберешь кучу ингредиентов. Получается какая-то вкуснючая штука-дрюнчая. Странные ты вещи говоришь, однако. Мне кажется, таких вещей говорить не надо. Ладно, давай посмотрим, что там ты нахимичил. Мне кажется, в больнице лучше не химичить. Потому что это опасно для жизни. Я бы так делать никогда не стал. Но раз уж кот считает, что он прав, посмотрим, что он такое наделал. Да-да-да, давай посмотрим. Ну давай, смотрим. И что уже? Очень фу, прекрасно болючее средство. Да в смысле? Ты же сказала, что все хорошо будет. Я не знаю, кажется, я плохо подумал. Плохо подумал, говоришь? Ну ладно, пойдем. Я пока тебе куплю здесь какую-нибудь вкусняшку. Хочешь вкусняшку, кстати? Хочу. И ребята, наверное, хотят вкусняшку. Да, я тоже думаю, что все хотят вкусняшку. Вкусняшка, это вообще хорошо. Так это вода, что ты в какую-то воду мне дала? Надо было вкусняшку дать. Ладно-ладно, сейчас посмотрю, что тут есть. О, тортик есть. Давай мне, все, давай мне. А можно мне еще чубик? Ну, конечно, можно. Это мы быстро устроим. Вкусняшка. Давай теперь лечиться. Давай, давай лечиться. Посмотрим, что там у тебя. У тебя что, мозги не на месте? Сейчас проверим. Сделаем такой небольшой рентгенчик. И посмотрим, что же у него там с головой. Ага, конечно, все мозги пока шел растерял. И чего я не терял? Да в смысле не терял? Если он у тебя мозги не на месте, значит потерял. Ничего такого не было. Ты на меня наговариваешь. Хм, ну не знаю, что я тому, что тебя наговариваю. Но нейронные связи твои явно пострадали. Надо лечиться. Ну ладно, да-да-да-да, что ж теперь поделаешь. Я, кстати, уже намного лучше. Хм, ну конечно. Я ж тебе тут мозги все собрала. Ну что это все про мозги? Да про мозги сколько можно? Да столько, сколько нужно. Не будешь больше зелек всяких пить. Я, кстати, хотела еще одну. Можно мне, пожалуйста, 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 ну еще одну. И все, и в новый год будем готовиться. Хм, ладно, ладно. Пошли посмотрим, что там у тебя еще за зельки есть. Так, где там их варенье есть? Сейчас. Интересно, какие взять? А давай возьмем синюю. Потом возьмем зеленую. И, например, жжжж. А, давай красную. Посмотрим. Мне кажется, что здесь хорошие зельки тоже все-таки должны быть. Но должно уже быть в мире счастья. Кстати, смотри, здесь какое-то сердечное средство. Сейчас проверим, что из этого выйдет. Я думаю, что наконец-то мы сделали что-то стоящее. Никаких тебе мозгов, никаких тебе желудочных соков. Все по-сердечному хорошо. Ну что, как тебе? Вот это прекрасное средство. Пойдем теперь гулять. Не, ну гулять, конечно, хочешь, так пойдем. Но я думала, мы к Новому году будем готовиться. А, кстати, да, может ты мне еще прическу сделаешь? А, пожалуйста, можно мне прическу к Новому году? А то Дед Мороз без прически как-то странно выглядит. Хм, действительно. Дед Мороз без волос это что-то странненькое. Сейчас устроим тебе салон красоты. О, это же то, о чем я мечтал. Может это будет мой подарок на Новый год? Я думала, ты хочешь нормальный подарок. А это что, ненормальный по-твоему? Очень даже ненормальный. Кто ж на подарок просит прическу? Ну кто-кто, я, например. Давай вот волосы мне причешем. Ну мы причешем-то причешем, только я у тебя волос пока не вижу. Может быть тогда тебе какие-нибудь волосы надо сделать. Я даже не знаю, может шампунь есть какой-то для роста волос. Сейчас проверим. Так, этого набрызгаем. Того набрызгаем. Протрем. Где волосы-то? Где твои волосы? Я не знаю, в общем. Слушайте, я не знаю, как ему сделать волосатую голову. Мне кажется, что у него нет волос. Ладно, придется тебе просто бантик сделать. Ну а что началось-то? Я хотел волосы. Позвоню-ка другу. Он мне скажет, как сделать красоту. Ну по-моему ты сфоккался просто. А сам под предлогом того, что ты друга звонишь. Ну ладно, ладно, заметила. Хорошо, хорошо. Я все понял. Ты все замечаешь. Конечно, я все замечаю. Даже подстричь у тебя нечего. Эх, кот, кот, что ж ты такой котейный. Давай тогда тебе хоть заколку сделаем. А, заколка на волосах же должна быть. Эх, ладно, пошли лучше домой. К Новому году готовиться. К Новому году это хорошо. Я, кстати, тут думала, что надо придумать подарки всякие моим друзьям. Хм, друзьям подарки? Это хорошо. Но что ты предлагаешь? О, не знаю, я еще только начал думать. Хм, посмотрим. Что может быть у тебя тут что-нибудь есть дома интересненького? Эх, кроме мусора, конечно же, и паутины. Я даже не знаю, может картину нарисуем? Не, мои друзья не любят картины. И вот мышек еще не любят. А я люблю мышек. Смотри, ты ее поймал даже сегодня. Ладно, пошли искупаемся и отдохнуть тебе надо. А то у тебя то температура, то мозги не на месте. Надо, мне кажется, вымыться и поспать немножко, чтобы было все прекрасно. О, вымыться и поспать, это хорошо. Это как раз то, что я хотел. Ты знаешь, что мне во сне самые умные мысли приходят? Да, знаю, я знаю. Поэтому и предлагаю тебе искупаться, вымыться и пойти в баньки, чтобы пришли мысли, что подарить на Новый год. Кстати, ребята, если вы тоже ждете Новый год, обязательно ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. А я положу моего котика спать. Всем пока-пока и до новых встреч. Пусть ему приснятся самые мега крутые подарки.